Теперь я пропускаю 4 столбика. 4 петли. 1, 2, 3, 4. И соединяю 3 петли. Провязываю только накид. Это первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Соединяю. Закрепляю. Теперь уже вот так получается. У нас. Теперь я провязываю. Пропускаю 3 петли. 1, 2, 3. 4. Вяжу столбик. И соединяю его со столбиком напротив. Отсюда. Таким образом. Затем в следующую петлю вяжу столбик. Провязываю накид. Провязываю полностью. И соединяю со столбиком напротив. Протаскиваю. Получается вот таким образом. Соединение. 2 столбика. С этой стороны 2. И с этой стороны 2. И затем мне нужно связать еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединить с началом вязания. С рядом исходным. Таким образом получается такая тапочка. С цветочком посередине. Теперь вяжу до конца столбики без накида. За заднюю нить петли основания должно быть где-то примерно 14 петелек получиться. Вот так вот нужно довязать до конца весь ряд. Так, у меня осталось несколько петель. Довязываю до конца ряд. Так, и соединяю с началом. Получается такая тапочка. Дальше я буду вязать место для шнурка. 1, 2. Делаю 2 воздушные петли. И третью для соединения. Пропускаю петлю и вяжу столбик с накидом. Так, затем делаю воздушную петлю. Пропускаю, вяжу столбик с накидом. Так, затем еще раз воздушная петля. Пропускаю столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаю столбик с накидом. Ну и так далее. То есть, вот в это место как раз будет вставляться шнурок. Нужно провязать весь ряд. А в данном месте вяжется так же, как и везде. То есть, пропускаю воздушную петлю. Пропускаю. Вяжу столбик. Так. Затем опять воздушная петля. Пропускаю. Вяжу вот сюда, в целом случае, столбик. Так. Опять пропускаю. Пропускаю. Теперь вот сюда. Так. Стоп. Накид. Столбики у нас с накидом. Получается так. Так. Затем пропускаю. Одну вяжу вот сюда. Так. Опять накид забыла. Так. Делаю воздушную петлю. Пропускаю. Пропускаю петлю. Вот сюда вяжу столбик. То есть, получается вот таким образом. То же самое, что везде. И нужно довязать до конца ряда. Так, осталось немножко связать, делаю воздушную петлю, пропускаю, вяжу вот сюда вот столбик с накидом, опять воздушная петля, ну и здесь просто соединение. То есть здесь должна быть воздушная петля, то есть соединяю я вот с этим местом. Вот, данный ряд готов вставляться в шнурок. Теперь нужно связать столбики без накида. Так, делаю воздушную петлю и во все петли, которые образовались, вяжу столбики без накида за заднюю нить петли основания. Таким образом. Так, во все, во все петельки не добавляю ничего, то есть просто провязываю столбики без накида за заднюю нить петли основания, то есть передние впереди. Довязываю столбики без накида за заднюю нить, сюда еще и соединяем. Так, получается уже вот практически готовая петля. Теперь будем вязать ажур. Ажур вяжется достаточно просто. Пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И крепятся они через две. Раз, два, на третью петлю. Так, затем опять раз, два, три, четыре, пять. Две пропускаем, раз, два, и в третью закрепляю. Получаются вот такие вот штучки. Дальше то же самое. Раз, два, три, четыре, пять. Две пропускаю и в третью закрепляю. Так, нужно обвязать вот весь, как бы ряд связать весь вверх. Так, я обвязала практически вот уже весь ряд. Пять воздушных петель. Пять воздушных петель. Пропускаю две. В третью закрепляю. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И закрепляем в начало вязания вот сюда. Вот и все. Зелененькими ниточками мы все связали. Осталась отделка желтая. Практически уже готова. Теперь нужно обрезать нить. Так. Разделить нитку на две части. И завязать ее, закрепить. Таким образом. Затем это можно протащить куда-то внутрь вязания. Так. Вот, собственно, и все. Вот. Осталось только обвязать желтыми нитками. Сейчас я покажу, как сделать обвязку. В данном случае все эти нитки. То есть нижняя часть, нижняя часть, нижняя часть, нижняя часть. Вот. Задняя часть и верхняя часть обвязываются, как бы, одним разом. То есть без обрыва нити. Так. Обвязка пинетки начинается с нижней части. То есть сейчас я ее поверну таким образом. Вот задняя часть. И начну обвязывать, в данном случае, в этом направлении. Находим место, как бы, стыка. Зацепляем. Вязать я буду, в данном случае, вот за вот эту вот косичку. Так. Креплю нить. Вот этот хвостик нужно будет сразу ввязывать в вязание. Обвязка делается обычными столбиками без накида. Таким образом. Просто в каждую петлю насквозь провязывается столбик без накида. Здесь петли добавлять не нужно, просто провязываются столбики без накида. Завожу крючок. И провязываю. Тихонечку убирается, вот в данном случае, вот этот хвостик вязания. Так. То есть вот таким образом получается, если я так буду вязать, у меня получится вот такая вот обвязочка. она закрепляет как бы ступню. Вот. То есть так нужно обвязать всю ступню. Подошву, вернее. Так я продолжаю вязание. То есть вот уже как бы достаточно много связано. Здесь все достаточно просто. То есть вот это место стыка, где подошва переходит на боковую часть, образована такая своеобразная косичка. То есть надеваем именно за обе петли. И за переднюю, и за заднюю. И провязываем столбик без накида. В одну петлю один столбик. Ничего сложного нет. Тем самым как бы закрепляем вот эту нижнюю часть. Она становится более плотной. Как на ботиночке на настоящем. Так довязываю до того места, откуда я начинала вязание. Вот так я связала практически полностью. Видно уже как закрепляется пинетка. То есть становится уже такой башмачок. И сейчас я довяжу несколько столбиков. Здесь нужно очень внимательно, потому что здесь некоторый переход, и как бы ряды немножко не пересекаются, не соединяются вернее. То есть вот последнюю петлю я связала, и соединить нужно сначала. Соответственно вот сюда нужно свести крючок. Таким образом у меня как бы подошва обвязана. Уже такая достаточно жесткая пинетка именно в нижней части. Как ботиночек такой. Далее мне нужно провязать, то есть подняться на верхнюю часть, чтобы связать здесь уже последний ажор. И провязать вот именно по задней части. То есть здесь просто столбики без накида. Зацеплять нужно произвольно. То есть здесь как таковых петель нет. Примерно с одинаковым шагом это нужно делать. Так, чтобы пинетка не стягивалась. Зацепляю произвольно. Здесь не очень удобно. Так, и подняться мне нужно вот до этого места. То есть сейчас я буквально еще пару столбиков свяжу. Таким образом у меня уже связана уже практически целиком пинетка. Сейчас я ее только обвяжу и нужно будет связать шнурок. Итак, я поднялась. Сейчас мне нужно вязать я буду, то есть сейчас я вязала вот так. Сейчас я буду вязать сверху. Так же как в предыдущем ажоре у меня будет по 5 воздушных петель. Но крепить я буду вот к этим как бы не совсем последним петлям. То есть с небольшим отступом сюда и сюда. Соответственно здесь также. Итак, показываю как это делается. Набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И закрепляю вот сюда. Затем снова набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И уже креплю вот сюда. Теперь снова набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть следующий ажор. Крепление будет вот здесь. Далее опять набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Крепление здесь. То есть как бы не в месте соединения, а не доходя одной петли до места соединения. Таким образом будет получаться вот такой вот ажор. То есть он будет немножечко чаще, чем предыдущий. Итак, я связала практически вот уже, ну так скажем, половину где-то. То есть ажор начинает извиваться за счет того, что он увеличивается. Ну и соответственно как бы пинетка уже будет более как бы интересно смотреться. Напоминаю, что ажор вяжется по 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть достаточно просто. 1, 2, 3, 4, 5. И крепится он в некотором отступе от места соединения. То есть одну петлю я пропускаю и во вторую креплю. 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно здесь тоже не доходя до места крепления. Сейчас я провяжу последний, то есть практически ажор готов. Последний элемент. 2, 3, 4, 5. Так, креплю сюда. И последний раз. 2, 3, 4, 5. И соединяю сначала, то есть вот в данную петлю. Все. Практически пинетка готова. Осталось только связать шнурок на них. Такими простыми элементами связан достаточно интересный ожог. Ничего сложного здесь нет. Сейчас я обрезаю ниточку. Отделю ее пополам. Сейчас ее нужно будет протащить и завязать узелок. Затем можно протащить нить сквозь вязание. Здесь можно отсюда ее провести. Отсюда она уже вряд ли выбьется. Хвостики. Затем эти хвостики можно обрезать. И вот здесь немножечко хвостиков. Когда я вязала конец с другой стороны, кончик был, соответственно тоже обрезается. Сейчас я буду показывать, как вяжется шнурок. Так остался шнурок. Шнурок вяжется очень просто. Делаю петлю. Набираю порядка 70-80 или 90 в зависимости от того, какая длина вам нужна. Набираю количество петель. Я примерно 80-90 набираю. Воздушные петли. 3, 4, 5, 6 и так далее. 7, 8. Набираете цепочку нужного размера. Так, я набрала 90 петель. Обрезаю просто нить. Вот у меня последняя петля. Обрезаю нить. Затягиваю. Обрезаю. Короче. С другой стороны тоже самое. Шнурок готов. Ничего сложного. Просто набрать необходимое количество воздушных петель. Теперь нужно вставить шнурок в пинетку. Здесь можно крючок побольше взять, чтобы продевать было удобнее. Поскольку здесь уже не нить, а такой же достаточно толстый шнурочек. Продеваем через одну. Вот таким образом. Здесь есть место. То есть, все очень легко это делается. Ну и то же самое с этой стороны. Так, шнурок идет. Все, остается только завязать. И завязать бантик. Таким образом пинетка. Сейчас я расправлю просто, чтобы нормально смотрелось. Вот. Таким образом пинетка готова. Таким образом пинетка готова. Пинетка готова. Пинетка готова. Продолжение следует...